Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас, присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке молитвенной, финансовой, в том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Многие из нас, когда мы поступали учиться куда-то в нашей юности, мы осуществляли мечту наших родителей. Когда ты шел учиться на то, чего ты не хотел, что тебе не нравилось, я помню наш опыт. Я сильно хотел, чтобы наши сыновья шли, думал, врачом пусть станет. И вот я сижу и думаю, как его заставить поступить в академию. И вот я ему и слева, и справа, и сбоку, и так, и по-хорошему, и так, по-серьезному, еще как-то. Они такие упрямые, знаете, сидят, не слушают меня. И я думаю, ну как же так сделать? А потом понял, что это моя мечта, не состоявшегося хирурга, знаете. Вот как нам не сделать этих ошибок, чтобы наши дети вошли в то предназначение, для чего они родились и к чему их Бог призвал? Оказывается, не я такой один, если другие в Библии, о которых Библия говорит, что родители пытались помочь своим детям. Я хотел бы, чтобы мы открыли с вами одну историю, которая записана в 37 главе Бытия. С третьего стиха. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Увидели братья его, что отец их любил, и его более всех братьев возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям с вами, они возненавидели его еще больше. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел, вот мы вяжем снопы посреди боли, вот сноп стал, и стал прямо, мой сноп. А вот ваши снопы стали кругом, поклонились моему снопу. И рассказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели будешь владеть нами. И возненавидели еще более за сны его, за слова его. И видел он еще один сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел его еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему братьям своим, и побронил его отец, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придут и преклонятся тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Проблема нас, родителей, что мы настолько любим наших детей сильно, что мы хотим их оградить вообще от каких-либо проблем в этой жизни. Вся наша жизнь зациклена на том, чтобы он ни в чем не имел нужду. Ты много работаешь. Ты работаешь на нескольких работах. Ты недосыпаешь, ты рано встаешь, ты поздно ложишься. Ты стараешься одеть его лучше, чем, может быть, ты мог бы себе даже позволить. Ты стараешься последнее отдать своему ребенку. Иаков, который любил своего сына Иосифа настолько сильно, что Писание говорит, что он начал одевать его по-особенному. Он начал шить ему особые одежды, которые бы отличали его от других. Он видел определенный потенциал в своем сыне. И вот сын начинает рассказывать какие-то свои мечты, начинает рассказывать какие-то свои сны, какие-то свои переживания. И написано, что в семье происходит некий разлад. Потому что одни братья начинают его ненавидеть. За это отец начинает подмечать, что он особенный ребенок. И ему нужно как-то помочь, чтобы он вошел в свое предназначение. Многие из нас, если бы мы поставили, может быть, 20 детей, и наш ребенок играл бы среди 20, мы бы увидели, что среди этих 20 есть 10, которые очень плохо воспитаны. 5, которые ведут себя не очень хорошо. И самое удивительное, что среди этих 20 будет один, который будет очень хороший. Ты даже не заметишь, что он с кем-то подрался, ты даже не заметишь, что он кого-то оскорбил, ты даже не заметишь, что он с кем-то ведет себя плохо. И это самый идеальный среди этих 20 будет твой ребенок. Поэтому, когда тебе приходят и говорят, что твой ребенок ведет себя как-то неправильно, ты включаешь сразу защиту, и ты считаешь, что мой ребенок так не может себя вести, потому что он слишком идеальный. Конечно, это только я замечал в своих детях, что они у меня такие хорошие, а другие не очень. Но вы знаете, правда жизни такая, что мы настолько любим наших детей, что мы вообще не замечаем их недостатки. И мы пытаемся им помочь. Мы одеваем их в цветные одежды, мы выделяем их среди других детей, мы ставим большие перспективы для их жизни. И однажды приходит день, когда твоему ребенку нужно оставлять твой дом. Он идет в школу, он идет в университет, он идет в какое-то учебное заведение, он меняет место жительства. И там начинается другая атмосфера. Там уже нету того отца, который защищает от плохих братьев. Там уже нету отца, который одевает каждый день новую одежду красивую. Там приходит другая реальность. Где злоба, где динамизь, где предательство. Где ложные обвинения. Где компромиссы. И многие из нас, мы проходим через разочарование нашей жизни только потому, что когда наш ребенок выходит из сферы нашего влияния, приходит другое влияние, которое начинает снимать с него цветную одежду. Разрывать эту одежду. Поступать несправедливо своим ребенком. И многие из нас, мы настолько беспокоены тем, что что ожидает наших детей. Я помню, когда мы отправили наших детей, я в один день мы троих наших сыновей, и четверых наших, я увез в аэропорт, и они уехали вне дома. Я еду в машине и просто плачу. Я просто слезы текут у меня, потому что я вообще задаю себе вопрос, что я, отец, делаю вообще? Для чего я это делаю? Но пришло время, когда моим сыновьям нужно идти, им нужно идти дальше уже. Там, где нету меня, где нету заботы, где нету внимания, где нету попечительства. Послушайте, родители, это серьезный вызов для нас. Как нам уберечь их тогда, когда нас нету рядом? Как ему помочь, когда он не находится с тобой под твоим влиянием? Иаков сталкивается совсем с другой реальностью, когда он отпускает своего сына. Пойди, помоги, приди к своим братьям. А там уже другая реальность. Там снимают с него эту одежду. Это ты был в доме любимый. Это ты был в доме отца в заботе. Это ты был во внимании своей матери. Да, у тебя есть мечты, но сегодня реальность другая. И реальность жизни начинает снимать одежды цветные с наших детей. И вы знаете, именно вот в этом времени мы должны позаботиться, когда они маленькие, чтобы когда жизнь начнет снимать с них цветные одежды, когда жизнь начнет проявлять себя в полноте своей несправедливости. Вспомните, когда Иисус сидит с учениками. Он говорит, я посылаю вас в мир, как овец среди волков. Он не говорил так, что я посылаю вас, как львов, среди овец, и вы будете рвать всю эту жизнь. Он говорит, я посылаю вас, как овец. Среди кого? Среди волков. Иисус говорит, ваша жизнь будет непростая жизнь. Вы будете сталкиваться с сложными обвинениями. Вас будут приводить на суд. Вас будут неправильно обвинять. Про вас будут говорить всякие гадости. Иосиф, когда оказался в жесточайшей реальности, жесточайшего обращения своих братьев к себе, он в это время начинает входить в свое призвание. Представляете? И кто-то сказал бы, что одна из самых трагических судеб это мальчика, которого так любили в доме, и жизнь, которая так жестоко обошлась с ним. Но в этой жестокости жизни было что-то, что он взял из дома своего отца. Послушайте, родители, когда наши дочери, когда наши сыновья будут оставлять наши дома, с чем они уйдут в этот мир, чтобы столкнуться с реальностью, которая будет пытаться разорвать твою любовь, твою заботу о них. Иосиф, который был раздет, уничижен, высмеян, принес с дома своего отца что-то, что помогло ему пройти через все вызовы своей жизни и войти в свое предназначение. Войти в свое призвание о том, о чем Бог говорил с ним. Послушайте, Писание говорит, ему было 17 лет. Бог начал говорить к нему, когда он был совсем еще молод. Бог открывал для него свои перспективы, но вхождение в эту перспективу было жесточайшая реальность, с которой столкнулся Иосиф. Готовы ли мы, родители, оказать такое влияние, как Иаков оказал на своего сына? Иаков научил его любить Бога, Иаков научил его почитать и молиться Господу, Иаков научил его прощать врагов, Иаков научил его смирению, Иаков научил его благочестию. Представляете, когда пришло время компромисса, ты в доме, где ты уже управляешь всем, и в это время приходит величайшее искушение. И женщина говорит, если ты будешь со мной, у тебя будет все хорошо в жизни. И у него в это время хватает ума выбежать и убежать от этого искушения. И кажется, зачем ты это делал? С тобой поступили еще более жестоко. И ты попадаешь в тюрьму. И кажется, ну как так? Ну неужели вот с этим одаренным, любимым, хорошим парнем, разве могло что-то случиться плохое? И у него жизнь как-то, она шла ниже, ниже, ниже. Но это кажется с точки зрения логики и понимания жизни. Но на самом деле он поднимался выше и выше. Вхождение в предназначение, чтобы помочь своим братьям, чтобы позаботиться о своих родителях, чтобы оказать влияние, чтобы войти в историю, как великий, благочестивейший человек. Скажите мне, родители, как это возможно было? Знаете, как это возможно? Это когда ты от рождения своего сына начинаешь формировать в нем высокий дух, почитание Бога, духовно-нравственные, сильные вещи, которые будут внутри его, независимо от того, где он будет. Послушайте, мы никогда не будем рядом с нашими детьми в каждом дне жизни. Придет время, когда мы их отпустим. Придет время, когда мы не сможем на них влиять. Как помочь им в это время? И в это время им нужен Бог. Им нужна вера. Им нужно живое общение с Отцом Небесным, который будет давать ему мудрость, который будет хранить ее от всякого зла, который будет наполнять ее сердце своим присутствием. Послушайте, спорт хорошо. Какие-то секции прекрасно. Неплохо, что твой ребенок умеет красивые фотографии делать. Но если ты не заложишь в основание его жизни Божьи основания, веру, любовь, Господу, почитание, смирение, благочестие. Послушайте, это то, за что мы ответственны, чтобы, принимая наших детей, заботясь о них, оберегая, наполняя их жизнь нашей любовью, оказать правильное влияние. Я хотел бы задать тебе сегодня вопрос, отец и мать, молишься ли ты со своими детьми? Я недавно разорвался с одним братом. Он говорит, а как вы это делаете? Я говорю, знаешь, как я делаю? Когда они были еще маленькие, я преклонял свои колени. Я молился вместе с ними. Я хотел, чтобы мои сыновья видели, что я преклоняю свои колени перед всемогущим праведным Богом, потому что есть тот, кого я почитаю. Мои сыновья должны видеть, что моя семья, она смиряется на коленях перед Господом, и мы почитаем Бога. Он говорит, а когда это нужно делать? Знаете, не ждите, когда они вырастут, а начните молиться вместе с ними, когда они еще не родились на этот белый свет. Уже начинай молиться вместе с ними. Начинай уже благословлять его. Писание говорит, что он оставил юношу при начале пути, он не уклонится от него, когда состарится. Послушайте, формирование наших детей это скалы бели, это от чрева матери. Нам нужно оказывать влияние. Дорогие мои, если мы хотим, чтобы наши дети состоялись, нам не нужно воевать с ними. Я помню, когда я посадил, говорю, слушай, вот иди на врача. Он говорит, пап, хочу на международное отношение. Я смотрю на него. Он думал, господи, ну вообще, такая разница огромная. Ну зачем тебе вот это все? И потом хватило мудрости взять, посадить его сын. Если ты хочешь международное, стань дипломатом Иисуса Христа. Приводи людей ко Христу. Иди, я благословляю тебя на эту учебу. И он пошел туда, куда он хотел. Может быть, ты будешь через год, через два садить в свое ребенка, ты будешь спрашивать, о чем он молится, о чем он мечтает. Помоги ему войти в его предназначение. Не пытайся осуществить свою мечту. Потому что многие дети, они получили диплом и пришли к своим родителям, положили на стол и сказали, папа, мама, вот вам диплом. И больше никогда они мне воспользовались. Они это сделали только потому, что они любили тебя. Они это сделали только потому, что они уважали тебя. Они это сделали потому, что они где-то, может быть, побаивались тебя. Послушайте, родители. Послушайте, родители, не дипломы определяют будущее наших детей, а то, что Бог вложил в них. Потому что, когда ты читаешь 45-ю главу Бытия, написано, что Иосиф стоял, и все его братья поклонились ему. И потом, когда приехал отец с матерью, и они это сделали. И все, о чем Бог говорил с Иосифом, это исполнилось в его жизни. Знаете почему? Потому что папа подметил все-таки, что что-то есть в этом ребенке такое, что Бог отмечает его и говорит с ним. Послушайте, родители, мы все знаем своих детей лучше. И когда он делится своим сердцем, когда он тебе расскажет свою мечту, когда он рассказывает тебе свой сон, когда он говорит тебе о чем-то, будь тем человеком, который сможет подметить, подметить для себя, чтобы помочь ему. Вы знаете, когда Иакова пришло время уже ехать к Иосифу, написано, что Иаков уже не верил своим детям. Представляете? Дети обманули его. Старшие братья обманули его. Иосифа, старшие братья. Иаков не хотел ехать. И написано, что уже не доверял никому и не хотел ехать. И Бог ночью пришел к нему и сказал, едь. Точно и мы так, родители. Сколько раз мы сами разочаровались в наших детях. Когда они нас обманывали. У вас, конечно, идеальные дети, у вас такого не было. У нас было всякое. Когда они раздражали тебя. Когда вулкан внутри у тебя кипит, и ты в гневе. Конечно, у вас такого не было. У нас такое было. Но вы знаете, очень важно, когда они будут делиться своим сердцем. Говорить свою мечту. Говорить то, о чем Бог говорит им. Нам нужно услышать это и помочь им. Мне нравится Яков, который, выпуская своего сына, проходит через трагедию личную. Но вот в этом отпускании происходит вхождение его, его предназначение, его призвание жизни. Давайте не будем бояться отпускать наших детей. Давайте будем их отпускать с Богом. Отпускать их с верой. Если наш Господь есть Бог всей нашей жизни, то Он есть Господь и Бог всей жизни наших детей. Давайте научимся доверять нашему Господу. Чтобы когда они пойдут, куда бы они ни пошли, они верили, они любили, они следовали за Господом до конца. Когда Даниил, Писание описывает, что попадает в Алтасару, и они принимают решение, представляете, не оскверняться от царского слова. То есть есть много искушений в этом мире, но они принесли со своей семьи уже что-то, что оказало на них влияние. Им было по 14 лет. Они были достаточно молоды. И они в этом возрасте уже имеют влияние семьи настолько сильно, что они уже принимают решение не оскверняться с этим миром. И всегда находятся те, которые донесут облачести твоего ребенка. Всегда найдутся те, которые не будут. Он не будет им нравиться. Но самое интересное, что всегда найдутся те, у которых сердце будет расположено к твоему ребенку. Написано, что когда в Сидрах, Месах и Авдина, когда они попадают в эти обстоятельства жизни, то управитель царский, который присматривал за ними, был благорасположен к ним. И он позволил им жить благочестивой жизнью. И он позволил им именно жить так, как научили их в их семьях. Семья, мы имеем колоссальное влияние на будущее наших детей. Если мы не читаем Божье Слово, наши дети читать не будут его. Если мы не молимся, не ожидайте, что ваши дети будут молиться. Если вы ругаетесь друг с другом, они в своих семьях принесут то же самое. Послушайте, нам нужно обращать на это внимание. Может быть, кто-то скажет, но я уже упустил время. Плохо, что упустил время, но никогда не поздно. Начинай это делать с сегодняшнего дня. Собирай семью вместе. Читайте Божье Слово. Молитесь. Пусть приоритетом в нашей жизни будет поклонение Господу. То, что не важно, какая будет погода. Если нам нужно будет плыть на лодках в это место, мы в следующий раз на лодках приплывем, но мы все равно не перестанем служить Господу. Аминь. Потому что я хочу, чтобы папы на меня не обиделись. Я не против спортивных секций. Поверьте мне, все мои дети ходили в спортивные секции. Все мои дети становились какими-то где-то... Я гордился ихними достижениями. Это нормально. Но приоритетом нашей семьи была церковь. Папа, я так люблю спорт. Сынок, вот я даже тебя понимаю тысячу процентов. Сам люблю этот спорт. Но, сынок, если мы церковь или соревнования, мы выбираем церковь. Папа, но я буду ходить на секцию, даже если соревнования будут в воскресенье, я буду идти в церковь. Хорошо. Хорошо. Второе, сынок, если ты этот спорт начнешь оказывать влияние на учебу, и ты седешь по оценкам, мы выбираем учебу. Это второй наш приоритет. Некоторые сыновей спортсменами не стали, но хорошо учились и любят Господа. Хочешь ли ты увидеть своего сына, свою дочь, вошедших в предназначение свое, когда Бог определил для него место на этой земле? Стать благословенным, стать влиятельным, стать тем, который будет великим благом для тебя и для многих людей? Тогда, дорогой мой, помоги им укорениться в Боге. Вот все, что сделал Иаков, он помог своему сыну крепко познать Господа, а все остальное не помогало, не сработало. Мы планируем для них одно, а жизнь несет свои коррективы. Мы хотим, чтобы было так, как мы хотим, но Бог сделал это, как Он хочет. Поэтому давайте научимся доверять нашему Господу, благословляя их и зная внутри себя, что Господь позаботится о каждом из них. Когда он будет выходить в школу и возвращаться со школы, когда он будет уезжать, учиться куда-то и будет возвращаться, ты будешь знать точно, что мой Бог, которому я верю, которому я молюсь, который я научил своего сына и дочь это делать, сохранит моих детей, где бы они ни были. Давайте мы встанем. Смотрите, 45-я глава описывает эту историю, я прочитаю, и мы будем молиться. Седьмой стих. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь с великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Представляете статус? Господин в доме, владыко во всей земле и отцом фараону. Как это вообще возможно? Ну, как это возможно? И когда ты читаешь 45-ю главу, он открывается перед ними, он плачет, рыдает и говорит им такие слова. Бог, Бог послал меня позаботиться о вас. Как это возможно? Как возможно простить? Как возможно не мстить? Как возможно позаботиться после этого? Как? Знаете, когда он знает Бога, тогда он поступает по-божьему. Аминь. Отец, в место мы приходим пред лицо Твое. я молюсь, Господь, за тех родителей, которые, Господь, может быть, упустили время. Прости, Господь, каждого из нас, Господь, когда мы, Господь, где-то понадели, что еще рано, где-то по неопытности, по незнанию, где-то по суете жизни. Господи, поправь наши сердца, чтобы нам, Господь, понимать, что приоритетом нашей жизни являешься Ты, Господь, и основанием нашей веры являешься Ты, Боже. Я молюсь, Господь, чтобы Ты сохранил наши семьи, наших детей от всяких невзгод. Господи, дай нам мудрость помочь нашим детям войти в то предназначение, которое Ты определил для них, когда Ты говоришь им через сны, когда Ты говоришь им через их мечты, когда Ты говоришь им через их желания, Господь. Научи нас услышать это, Господь, и помочь им, Господь, стать тем, кем они хотят стать в этой жизни во славу Твою. А нам дай мудрость, Господь, утвердить царство Твое внутри каждого из наших детей. Я молюсь за сыновей и за дочерей. Я молюсь, Господь, за папу и за мам, Господь. Я молюсь, Господь, за дедушек и бабушек. Я молюсь за дядь и теть, Господь. Боже, я благословляю, Господь, всех родных и близких, Господь. Друзей и тех, кто дороги сердцу, Господь. Боже, дай нам мудрость, церкви Твоей объединиться вокруг того, чтобы помочь нашим детям иметь лучшую жизнь, благословенную жизнь в Тебе. Мы благословляем наших детей, чтобы они, Господь, вошли в свое призвание и предназначение. Господи, как некогда, Господь Иосиф, Он вошел в свое призвание и свое предназначение. Господи, дай нашим детям, Господь, пройти через вызовы, через искушения, через трудности, через предательство, непонимание, но остаться верным Тебе, Господь, чтобы войти в то предназначение, в то определение, которое Ты, Бог, определил нашим детям. Господи, мы уповаем на Тебя. И мы соглашаемся церковью, Господь, делать все от нас зависящее, чтобы послужить, Господь, нашим детям, нашим подросткам, нашей молодежи. Боже, дай нам мудрость, Господь, быть благословением для них, чтобы у нас не было конфликта поколений, Господь, чтобы у нас не было ссор и вражды в домах наших, Господь, чтобы в наших домах, Господь, высвобождалось слово благословения для наших детей, Господь, чтобы мы благословляли наших сыновей, наших дочерей, Господь, чтобы мы, Господь, говорили благою в их жизнь, Господь. Боже, убери все то, что негативное из нашей культуры, когда мы высвобождаем негативные слова в адрес наших детей. Боже, прости родителей, которые это делали, Господь. Боже, мы благословляем учителей, и мы молимся за то благое расположение, которое, Господь, было, Господь, у Сидраха Месака Евдинага, у Данила, Господь, когда Ты, Боже, располагал сердца людей, которые оказали влияние, чтобы заботиться о детях, которые принимали решение служить Тебе. Боже, я молюсь, чтобы наши дети, где бы они ни были, нашли это благорасположение, чтобы Ты, Боже, заботился о них. Господи, мы веряем в себя и своих детей. Настоящее будущее в Твои руки, Господь. Я молюсь о том, чтобы, Господь, поднялись, Господь, сильные, помазанные дети, Господь, которые будут утверждать Твое царство на самых высоких позициях в нашем обществе. Боже, мы молимся о том, чтобы Ты открыл свои перспективы, как некогда Ты открыл свою перспективу для Данила, Господь, как некогда Ты открыл Господь свою перспективу для Иосифа, Господь. Боже, мы благословляем наших детей, чтобы перспективы от Тебя приходили в их жизнь во имя Иисуса Христа. Господи, мы благословляем детей, мы благословляем молодежь, Господь. Мы посвящаем их Тебе, Господь. И мы, как церковь Твоя, Господь, мы принимаем решение, Господь, быть благословением для них в каждом день их жизни, Господь, во имя Иисуса Христа. Тебе слава, Тебе честь, Тебе величие поклонения во все времена. Господи, и прости нас, когда мы где-то что-то делаем не так, когда говорим, мыслим или поступаем. Боже, мы не хотим быть соблазном для наших детей. Господи, прости нас. Тебе слава во веки веков. И весь народ Божий скажет Аминь. Субтитры подогнал «Симон»